добрый день дорогие подписчики в этом видео мы будем ремонтировать такую вот колоночку юсб колоночка значит суть вопроса в чем ну проработала где-то около года и потом стал пропадать сигнал сейчас вам покажу что с ней стало происходить подключим да вот она есть вроде бы как и светится и все да когда подключаю на компьютере сейчас звук есть до начинаю шевелить звук пропадает видите он перепала в цифровое аудио и все то есть ситуация произошла следующая вот видите юсб распиновка да тут просто напросто питание вот по шине плюс 5 вольт именно земля есть а по данным идет обрыв то есть напрашивается что что нужно менять именно кабель юсб по кабелю юсб я смотрел смотрел нашел старую клавиатуру с которой вот вот донор кабель можно использовать для сравнения толщина кабеля видите с донора да это толщина которая была на самой колонке сами понимаете видите разница ну что приступим так сейчас попробуем ее разобрать посмотрим что там внутри откручивается вот крестовый болт открутили снимается такая сеточка снялась хорошо сеточку будем использовать для того чтобы сложить не винтики так откручиваем это дело и посмотрим что там внутри такая вот довольно таки незамысловатая колоночка но для ноутбука довольно удобно она громче чем стандартный звук принципе как альтернатива вполне хорошая была штука ну вот обрыв провода произошел поскольку мы люди с руками состоянии все починить так сейчас пытаемся открыть тут мы видим такие вот пазы попробуем открыть и вот силиконовые динамики простые таким силиконовым подвесом принципе типичная китайская колонка плюс этой колонке еще в чем что если скажем так у вас ноутбуке вышла со строя звуковая карта не дай бог конечно то эта колонка решает этот вопрос потому что она работает даже независимо от того что у вас произошло со звуковой карты так что мы тут имеем разобрали ну платка на преобразователь тут два оконечника ну все все просто то есть на два операционных усилителя преобразователь все лидером так разбираем значит первое что вам надо сделать это записать цвета чтобы мы тут не напутали ничего так у меня идет красный белый зеленый и черный да я сразу все это дело записываю потому что потом чтобы не путаться так у нас идет красный красный белый зеленый и черный черный все цвета мы записали теперь мы это дело отпаиваем такой паяльничек простой так мы это дело отпаиваем раз два три 4 так отпаяли перешло надо извлечь старый провод ну чему сказать тут он как-то так закреплен сейчас его надо просто спешу да и все уже не мучиться потому что провод уже плохой не годится никуда где-то там какие-то пробои есть подтянем вот так вот возьмем вот этот вот китайский такой этот снимем так вытянем ее вытаскивается будем ее вытаскивать опа вытащили все извлекли провод теперь эта колоночка без провода делали без проводной так убираем этот кабель он нам не нужен ставим но так сейчас берем новый кабель да вот тут имеется все эти четыре контакта но отличие этого кабеля у него еще есть земля землю я сейчас покажу что мы будем делать так ну чтобы этот экран не терять чтобы земля была все в порядке значит берем такую термоусадочку да в размер подгадываем значит отрезаем так вот берем отрежем раз отрезали теперь мы сюда посадим на это дело вот это у нас будет земля теперь немножечко укорочу все так 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 теперь чтобы это у нас получился как бы провод мы берем этот паяльник кому-то термоусадочку присаживаем 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 ее раз незамысловатое действие есть да все теперь у нас получился такой своеобразный кемрик видите вот так теперь поехали дальше к ремонту нам нужно заменить кабель но ребята не забывайте никогда что надо провести вот кабель через отверстие потом мне пришлось мучиться с этим всем делом поскольку он тут такой толстый даже не знаю как быть может я попробую сейчас зелок даже завязать если это получится а может и не получится сейчас глянем так узел 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 я надеюсь что он нам посадки мешать не будет но посмотрим как она там будет так сейчас я примерю сначала вот я взял этот узелок сделал да сейчас мы посмотрим что он сядет не сядет будет он мешать не будет так самом деле он немножечко мешает мешает значит что мы тогда сделаем сделаем просто так вот и пустим как она так и будет потом зальем термоклеем это все дело смотрим значит поехали дальше к ремонту начинаем значит наверно с красного такая тетрадочка мне просто часто так удобнее работать поэтому я решил делать все таки так так если мы его направлении проводов будет вот так начнем в эту сторону поехали паять китайское чудо техники так что то у нас вылет очень большой провода провода уже предварительно луженые я снимал это дело с usb клавиатуры поэтому тут зазорчики существует так есть поехали дальше ну и по той схеме которую мы записали и она мы и и в и и и и и и и то там, возможно, и без узла обойдусь на выходе, потому что всё-таки провод толстый. Он, может быть, подожмётся даже самим динамиком. Мы сейчас это всё проверим. У меня эти такие полевые условия, но уже как и есть. Попасть на провод. Так, сейчас мы его паяем. Это у нас второй провод. Потом после белого у нас идёт зелёный. Зелёный, потом чёрный. Вот именно вот этот зелёный и белый был один из них в обрыве. Судя по тому, как оно себя вело, так именно они и были. Ребята, дело, это всё быстро. Поэтому качество пайки тоже дело такое. Так, смотрим дальше. Это дело мы припаяли. Теперь нам надо вот эту землю ещё как-то припаять. Китайцев ещё эти платы, они паяют припоем, который тугоплавки. Часто приходится даже без всякого. Тканифоль не всегда помогает. Но в этом случае контакты маленькие, поэтому флюксов я никаких не применяю. Так, всё быстренько. Вносительно. Так, есть, да. Оторваться не оторвётся, жить будет. Так, ребята. Это дело всё припаяно. Куда оно оттуда не денется. Всё хорошо. Так, смотрим. Красный, белый, зелёный, чёрный. Чёрный соединяется с землёй. Он вместе с экраном вместе идёт в одной уголочке. Сейчас мы проверим, в момент истинно подхватит ли делался компьютер. Засветилось. Ребята, работает. Так, сейчас оно ещё чуть-чуть. Ну, ребята. Так, хорошо. Теперь мы это дело соберём. Ну, как же ж. Китайская колоночка без китайской музыки такого уж не бывает. Так, теперь мы это дело будем собирать. Там всё припаяно, всё хорошо. Сейчас соберём её в корпус. По крайней мере, попытаемся собрать. Я смотрю, там немножечко динамик будет мешать. У нас со всего провод толстоватый. Попробуем. Это всё дело закрыть. Если у нас это всё получится. Получится. Так. Так. Туговато. По крайней мере, закрыться должна. Смотрю, что-то мешает. Я не могу понять, что. А! Что-то они сделали контактную площадку с этой стороны. Ай, я китайцы, китайцы. Так. Сейчас мы её отойдём. Такими замысловатыми движениями закроем всё-таки эту коробку. Так. Теперь мы это дело закрутим. Кстати, тут очень даже хорошо держится у основания. Можно и ничем не заливать. Так. Так. Закрутим это дело. Туговато, конечно. Ну ничего. Закрутится. Она закрутится. Так. Да. Настоденится. Всё будет работать. Немножечко. На перекос этот провод толстоватый. Так. Это дело накрутило. Приходится немножечко его вставлять сюда. Как раз. Провод мешает. Не знаю, как его там уложить. Сейчас будем смотреть. И хотел у вас что-то у меня укладывается. Так. Мне нравится с этим китайским чудом. Накрутится. По той причине, что места мало внутри. Аэтострофически мало места. Так. Продолжаем дальше закручивать его. Два винта закрутил. Идем дальше. Провод пришлось там немножечко сбоку уложить внутри. Потому что он немножко толще. Даже не то, что немножко. А значительно толще родного. И надежнее. Поэтому сейчас мы будем закручивать всё это дело. Так. Мы её почти уже и собрали. Вот так вот она собралась. Так. Теперь будем одевать крышечку. Ремонт, видите, быстрый. Всё быстро, хорошо. Без всяких. Так. Смотрим. Скручиваем. Ну это вот такая вот альтернатива решения. У кого проблема со звуковой картой в ноутбуке. Её нужно менять. Ну а эта штука работает независимо от звуковой карты. Так. Мы сейчас проверим. Колоночка собрана. Провод. Вот. Видите какой. Хороший. Если вообще есть то, что было до этого, тут непонятно что. Видите какой был провод. Тоненький. Но это уже посерьёзнее. Это уже серьёзная камера. Так. Подключим, послушаем. Подключаем её вот сюда. Звук опознался. Так. Ничего не болтается, не отваливается. Тут зажалось динамиком. Провод зажался очень. То есть там он никуда не денется оттуда. Вот такая вот колоночка. Так. Сейчас мы её протестируем. Чего-нибудь включим. Вот такая вот солоночка. Такая вот ножка у неё. Ну вот. Всё. Ну что дорогие подписчики. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. Будет ещё много чего интересного. С вами был Евгений Гончаренко. Пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал.